всем привет будем распаковывать еще одну посылку продолжение от предыдущей посылки с кроссовками здесь находится также продолжение пар с соломонами и дополнительно еще рюкзак изначально я вообще не понял что это за посылка так как здесь было подписано professional climbing bags ну я понимаю что профессиональная какая-то там сумка или портфель весит 700 грамм и оценил как всегда продавец в 400 баксов предыдущую посылку он ценил вообще в полторы штуки мне пришлось подтверждать стоимость и данную посылку также пришлось пришлось подтверждать на таможне потому что ну 400 долларов для беларуси это увы невозможно 200 евро лимит я ее сразу немного подорвал чтобы посмотреть что там находится ладно давайте ее распаковывать и посмотрим что здесь у нас приехала соломоны у нас уже другой цвет я все четыре пары заказал разного цвета 4 еще едет ох чуть не прошелся по рюкзаку но это хорошо что не прошлись так ладно разрезаем распаковываем и будем смотреть что здесь у нас находится укомплектовал конечно продавец все плотно так это убираем соломончики наши так сразу проверяем размер где он здесь так в прошлый раз я говорил что здесь девятка да на самом деле да вот и сей я выбираюсь всегда девять с половиной здесь он и есть девять с половиной вот такая вот расцветка ребят качество ну как всегда на высоте соломоны хорошо делают свою продукцию цвет получается белая подошва черно-серым но в основном серый цвет там были предыдущие что-то в ярких тонах потом серы с каким-то еще не помню но в предыдущих видео можете посмотреть соломоны ну да есть немного маленькие косички но я думаю это не критично для данной обуви мерить естественно буду но я уверен что они мне подойдут потому что предыдущие пары такой же размер один тот же продавец ссылка будет под видео можете переходить покупать девять с половиной и сей этот 43 наш как европейский можно сказать так нравится есть подошла она хорошо здесь служит у данных кроссовок ну давайте еще раз продемонстрирую как они выглядят как выглядит подошва символика соломон немного это кривовато но это не критично дальше смотрим по бокам здесь видно есть немного клея или грязи клей скорее всего до клей спереди с левой стороны сзади и сверху хорошие красочи хорошо носятся вот их я могу вам порекомендовать я себе уже понабирал пар дальше идем рюкзак взяла себе туристический рюкзак планирую пойти в поход как-нибудь вырваться также заказал еще палатку ребят будет распаковка палатки но не знаю как ее собирать на видео но если честно взял заказал две палатки одну женскую одну мужскую и вот такой вот у нас рюкзак ну если честно то первое впечатление хорошая так давайте она от выше не поднимут увы-вы давайте так влазить значит так ну что мы здесь видим на 40 литровый рюкзачок первый карман у нас беспонтовый сюда что-нибудь дождевик или еще что-нибудь положить такое не особо нужное маленький кармашек второй карман у нас тоже небольшой в основном под всякие документы ручки и так далее можно так сказать молния здесь но в принципе нормально хорошая удобные крючки чтобы затягивать это какой-то китайский бренд рюкзаков это уже не копия генгел какой-то генгел ладно первых это второй карман у нас был и третий карман самый большой смотрим что у нас здесь кстати до захват замка небольшой он получается слишком глубокий сверху у нас как-то не очень здесь дополнительно у нас кармашек вот какие-нибудь я не знаю что сюда ложить телефон ключи болтается и объем 40 литров небольшой да он большой ребят очень большой также еще на резинке раздел но скорее всего ноут сюда ложить меня не поместится хотя пятнашка скорее всего влезет но в этот карман не влезет я старым рюкзаке в своем тот какой-то швейцарский брендом типа там специально раздел есть тоже что-то вроде того только он более с поролоном прошит и специально для ноута садится как влитой так и здесь очень толстая спинка я так понимаю так здесь у нас такой вот зажим на пояс или на грудь шлейки довольно толстые вентилируемые шлейки так что думаю сильно ваши плечи потеть не будут и также на спинник здесь тоже вентилируемая подложка и довольно плотная наверное спинка сейчас посмотрим до спинка тоже с поролоном до утолщенная air free system короче будет вас циркулировать циркулировать воздух потовыделение и так далее также есть ручка и шлейки у нас как-то здесь шлейки еще регулируются по интересному сверху можно подтягивать их я так понимаю чтобы ваш рюкзак не висел где-то неизвестно где на попе а нормальную свою форму к телу принимал можно так сказать скорее всего так задумано вот этому креплению что-то мне не особо внушает доверие они обычно здесь очень легко рвутся ну не знаю поносим посмотрим будет видно со временем также есть подтяжки чтобы затянуть его все лишнее пространство чтобы он принял объем с одной со второй стороны и сеточки для бутылок тоже большие кстати да большие больше чем в моем предыдущем рюкзаке ну и красивый он цветастый синий темно-синий с салатовым желтым довольно красивый рюкзак и сероватый цвет по высоте думаю тоже вполне ну как-нибудь видео снимем я может начну блог не знаю вообще нужен блог я думаю вряд ли кому нужен он снимать думаю планирую что-то типа походов но не знаю надо это вообще кому-нибудь или или нет вы пишите комментарии нужен блог вам от николая или не нужен если нужен то начнем если нет то тогда не будем будем снимать руки-крюки все ребят такое вот видео коротенькое простое не нам длинное все таки короче ребят если видео понравилось ставим лайки пальцы вверх кнопочка находится вот где-то здесь наверно там под видео или если мобильная версия или планшетная то где-то сверху ставим пальцы вверх поддерживаем автора канала делимся данным видео с друзьями и всем спасибо за просмотр всем до скорых встреч всем пока